Вы смотрите третий канал программу «Главная тема» в студии Владимир Соловьёв. Инфантильная дипломатия правительства вновь дала сбой. Медведев поставил Японию в сложное положение. Визит Медведева на Куна-Сирии воспринят как своекорыстный трюк. Это заголовки передавиц японских газет на этой неделе. Все эти самурайские наскоки, предложение сбить самолёт президента России и отзыв посла – это истерика для внутреннего употребления. Пугать подданных большим и сильным врагом – древнейший способ всех построить, подняв при этом собственную популярность. Демарш японцев действительно кажется странным. Остаётся надеяться, что это такая хитрая восточная дипломатия. Сначала всех вокруг напрячь, а потом договариваться. У Японии есть территориальные претензии к Китаю, а ещё ей сильно мешает американская военная база на Окинаве. И вот на саммите АТС в Йокогаме японский премьер Наото Канп пытается порешать вопросы, встретившись с Бараком Обамой, а также с российским и с китайским лидерами. Рассказывает Ирина Болезнюк. Президент России посещает разные регионы Российской Федерации для того, чтобы лучше понимать проблемы граждан своей страны. Поэтому после того, как борт номер один приземлился на острове Кунашир, Дмитрий Медведев направился в детский сад, а затем в гости к одной из кунаширских семей. Ещё президент попробовал икру на Южно-Курильском комбинате и отметил перспективность малой энергетики, посетив геотермальную станцию. При этом во всех выступлениях во время поездки Медведев подчёркивал, что страна заинтересована, чтобы люди оставались на Курилах и будут вкладывать деньги в развитие островов. В целом, хочу сказать, что за последнее время удалось определённым образом повлиять на ситуацию, она стала лучше, строится новое жильё, социальные объекты появляются. Это хорошо, потому что это просто повышает стандарты жизни, в общем, в известной степени позволяет людям надеяться на то, что через разумное время жизнь будет такая же, как на материке, современная и, в общем, достаточно благополучная. Но для того, чтобы этот путь пройти, ещё предстоит довольно многое сделать. Такие поездки называют рабочими и являются они делом внутриполитическим. Однако это превратилось в международный скандал. Дело в том, что Япония считает Южные Курилы своими территориями, которые Россия незаконно оккупировала в ходе Второй мировой. До Дмитрия Медведева ни один высший российский руководитель не посещал острова. А вот Медведев сделал это, несмотря на то, что в Токио, узнав о его планах заранее, предупредили, визит на Кунашир создаст серьёзные препятствия в двусторонних отношениях. Уже тогда мы должны были отозвать посла. И если бы мы это сделали, нынешнего демарша японцев, с отзывом японского посла из Москвы, теперь мы вынуждены оправдываться, мы вынуждены защищаться. Нынешнего бы демарша не было. Уже тогда надо было отзывать посла. Я скажу, более того, несколько лет назад, когда японское министерство образования рекомендовало к печати учебники для средней школы, где острова по Иссахалин помечены краской, как японская территория незаконно оккупирована Россией, мы тогда должны были отзывать нашего посла из Японии. Но это Япония отзывает из Москвы своего посла, а из японского парламента слышатся угрозы в варианте, а может нужно было сбить самолет Медведева. И на этом фоне уже вполне дипломатичным выглядит заявление министра иностранных дел Японии, что поездка президента России на исконые японские территории ранит чувства японского народа. А российское руководство лишено возможности даже вести переговоры с Японией. Мы просто вынуждены дать жесткий ответ на эту самурайскую наглость. Поэтому я думаю, что в ближайшее время Россия еще должна сделать несколько демонстрационных шагов, подчеркнув то, что Япония не имеет никаких права даже претендовать на эти южнокурильские острова. Президент Медведев сделал первый мужественный шаг, вопреки давлению со стороны Японии, поехав на эти острова. Он должен сделать следующий шаг. Он должен поднять наш флаг российский на самом южном острове. Ибо, как сказал император Николай I, место, где единожды флаг поднят российский, этот флаг никогда не должен опускаться. Островами раздора Курильский архипелаг стал еще в позапрошлом веке по русско-японскому договору 1855 года. Все Курильские острова к северу от острова Итуруп считались российскими. По договору 1875 года Россия уступила Японии 18 островов, а Япония, в свою очередь, признала остров Сахалин полностью принадлежащим России. После русско-японской войны 1905-го Япония, нарушив все прежние договоренности, забрала себе обратно южную часть Сахалина. После Второй мировой войны, по решению Крымской конференции 1945 года, Курильские острова перешли СССР. Если мы отдадим японцам острова, неважно, один, два, три, то в течение нескольких лет мы встанем перед абсолютной необходимостью пересмотра итогов войны. Мы отдадим вслед за этим все Курильские острова, напомню, они все были возвращены нам по итогам Второй мировой войны. Мы отдадим Сахалин, мы отдадим Калининградскую область, мы отдадим Карелию, мы отдадим Выборг. Посыпется вся Россия. Следующим станет вопрос Кавказа, ну и так далее. Поэтому отдать острова, это не просто страшно невыгодно экономически. Это не просто предать всех наших предков, которые там основывали свои колонии. Там же не было никаких японцев на этих островах. Это острова, которые колонизировались русскими казаками и купцами. Только в 1956 удалось заключить совместную декларацию, которая восстановила двусторонние дипломатические отношения. В ней Советский Союз выразил готовность передать Японии острова Хамаба и Шикота, но только после заключения полноценного мирного договора. Иркутская декларация 2001 года, которую подписали тогдашний президент Владимир Путин и премьер-министр Ясира Мори, эти положения подтвердила. Однако позже с японской стороны опять стали настаивать на возвращение всех северных территорий. Так в Токио называют Южные Курилы. Мирный договор с Японией у нас до сих пор не подписан. А все из-за островов. Эти острова способны приносить десятки миллиардов долларов дохода. Дело в том, что это незамерзающие проходы между нашими территориальными водами и мировым океаном в этой области. Они зимой там не замерзают. Это самое главное. Кроме этого, именно в этом регионе находятся особо развитые богатства рыбные. В свое время Россия продала американцам Аляску. И там было два аргумента. Аргумент первый – очень сложно удержать. И с большой долей вероятности все равно потеряли бы эти территории. Аргумент второй – деньги. В случае с Курилами сложно удержать. Нет, не сложно. Деньги, ну и какие-то другие еще выгоды, пока не очевидны. Собственно, нет предложения с японской стороны. По сообщениям агентств «Японская сторона» уже проинформировано о том, что Дмитрий Медведев продолжит посещать и изучать другие острова Южных Курил. При этом в Кремле подчеркивают, что президент не обязан согласовывать ни с кем свои передвижения по стране. Эти планы явно будут способствовать продолжению Бурильского скандала, но не должны повлиять на намерения президента России приехать в Йокагаму на саммит АТЭС и встретиться с премьер-министром Японии. Что касается саммита АТЭС, то у нас, по большому счету, с азиатскими странами сейчас очень активно развиваются отношения. Они активно развиваются с Китаем. Они активно развиваются с этими так называемыми «тиграми» Юго-Восточной Азии. И в этом смысле я могу вам сказать, что по большому счету для России выгоден конфликт с Японией. Потому что все ее соседи, японцев, люто ненавидят. Потому что в 19-м, в 20-м веке они устроили столько проблем и корейцам, и китайцам, и так далее. Можно перечислять. Только против России японские политики и могут как бы использовать вот этот японский национализм. Поэтому твердо стоять и понимать, что японские политики не надеются получить эти острова. Японские политики поднимают этот вопрос только для того, чтобы понравиться своим все более националистическим избирателям. После Курильской поездки Дмитрия Медведева жестко настроенная часть японской политической элиты настаивала на экономических санкциях против Москвы. Блокировать вступление России в ВТО, приостановить финансирование по проекту «Сахалин-2», свернуть планы по сотрудничеству в ядерной энергетике. Впрочем, все эти идеи очень быстро были отвергнуты японским руководством, как экономически невыгодные для самой Японии. Ирина Близнюк, Владимир Лапешкин. Главная тема. Редактор субтитров А.Семкин